Я Лупин Евгений Петрович, 28.06.1973 года рождения, полных мне 47 лет. На сегодняшний день занимаю должность главы сетинского сельского поселения. Я пошел на собрание, где на первом и единственном собрании было озвучено, что данный детский сад признается ветхий и аварийный и идет под ликвидацию. Значит, меня это возмутило. Дальше я уже стал действовать, приглашать представителей средств массовой информации. Справишь одно обращение, оно спустится в край. С края тебе в течение 30 дней дадут ответ. Ты потом это все перевариваешь, приводишь свои доводы. Опять же, это не одного дня. Было такое, что берешь все эти бумаги, кидаешь в какой-нибудь угол и говоришь, да пошло бы оно все. Проходит неделя, проходит две и думаешь, а ты что, слабак, ты разве не сможешь этого? Садишься, перечитываешь опять множество ответов, концентрируешься, что к чему и пишешь следующее обращение. Попал в неприятную ситуацию, был осужден. Статья 222, часть 1. Ношение, хранение, сбыт огнестрельных, взрывчатых и так далее, и тому подобное. Я был заключен под стражу на момент следствия, три месяца провел. В СИЗО. Насколько я знаю, пусть я не имею высших юридических образований и так далее, всегда человек, привлекающийся к какой-либо ответственности, привлекается по месту совершения правонарушений, административных, уголовных и так далее. Здесь же в этом случае, считаю, неправильно. А зачем тогда нам содержать Следственный комитет Хабаровского края, следователей, различные прокурорты? Давайте всех тогда в Москву, тогда будем одному ведомственному платить. И хочется иногда показать, что мы строители этой жизни. И только если мы будем каким-то образом бороться за свое, так скажем, место под солнцем, либо за какое-то более улучшенное жизненное, чем у кого-то другого. Я вот на этом пытаюсь как-то вот преподнести пример, урок. Бороться, вы говорите, получается, с нашей же системой, которая должна нам во благо служить? Да. Вам не кажется это странным? Кажется. Но реалии таковы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова